Привет, ребятки! С вами Александр и блог Македа.Про. И сегодня у нас необычное видео на необычную тему, но с хорошим положительным результатом. Значит, в чем суть? Ну, вы сами прекрасно знаете о том, что блог мой посвящен SEO и созданию, продвижению сайтов. Ну, соответственно, блогеры люди не ограничены. Гениальный человек должен быть гениальным во всем. Соответственно, ну и как бы пытливые умы, понятное дело, возникает желание попробовать что-то новое. И если не работать с этим постоянно, то хотя бы узнать, как оно работает. Ну, а дальше уже как получится. Почему я решил записать это видео? Потому что недавно на одном форуме, который посвящен, соответственно, SEO, продвижению, созданию сайтов, где-то там появился топик, и там задавался такой вопрос. Как вы относитесь? Абсолютно нормально человек задал вопрос. Как вы относитесь к бинарным опционам и можно ли на них заработать? Ну, мне было интересно посмотреть, чем это все закончится. Ну, я посмотрел, чем это все закончится. Это все закончилось тем, что обгадили бинарные опционы люди, которые вообще не имеют представления, что это такое. Люди, естественно, хотят зарабатывать деньги и, соответственно, ищут способ заработать. У кого-то это получается, у кого-то нет. Не получается у тех, кто лежит на диване и мечтает о том, сколько он много миллионов долларов будет зарабатывать на бинарных опционах, на биржах. Потом у него не получается, он просирает свои 10 долларов, начинает лить грязь на брокеров. Вопросов нет, брокеры не все мягкие, пушистые. Но самый большой недостаток в том, что А. Люди ленивые. Б. Люди не хотят учиться. В. Люди не работают, не учатся и ленятся, не вырабатывают собственные стратегии, либо не используют стратегии других людей. А их море. Можно найти, конечно, в Ютубе интересные ролики, в которых люди рассказывают о том, как они зарабатывают деньги. Но чаще всего ты попадаешь либо на какие-то семинары, каких-то брокеров, каких-то трейдеров, которые по полтора часа несут какую-то хинею, рассказывают какую-то херню непонятную. И в результате все сводится к тому, что за 10 минут можно было это рассказать, как пользоваться каким-то инструментом и все, все разошлись по домам, пошли зарабатывать деньги. Есть люди, которые на своих собственных догадках что-то там строят, протянул одну линию, он предсказывает будущее чуть ли не на 10 лет вперед. Ну, в общем, это все фигня полнейшая. Я около полугода изучал, как это все работает, вывел для себя буквально 2-3 инструмента, с которыми можно работать. И сейчас с вами поделюсь этим, скажу, что инструмент работает на 100%. Я в большие дебри, в большие деньги не залезал, по той простой причине, что для того, чтобы хорошо зарабатывать в бинарных опционах, нужно иметь поджопой подстилку хорошую, и нужно заходить с хорошей суммой, заключать хорошие сделки, перекрываться, уметь, и тогда можно заработать, вообще не проблема. Давайте начнем с терминологии. Вот эти вот все лохи, которые пишут на форумах, я сделал ставку, ставка прогорела, я потерял деньги, слился, ушел. Ребята, вот сразу те, кто читает вот эту вот херню, сразу можете им просто писать там, отвечать или цитировать. Это не брокерская, это не трейдерская терминология. Сделал ставку, либо еще чего-то. В бинарных опционах есть понятие сделки. Заключил сделки, заключил сделку на такую-то сумму. У нас здесь, понимаете ли, не казино. И бинарные опционы это не казино, это в большинстве своем, либо может быть в меньшинстве, приличные организации, которые, кстати, можно проверить, как они работают. И я расскажу, как выбрать эти организации. Я вот сейчас покажу инструменты, а потом уже выблюсь в брокеры. Потому что уже полдвенадцатого, сейчас рынки закроются. Как бы есть возможность записать для вас видео. Опционы бывают бинарные опционы и бывают турбо-опционы. Они тоже бинарные, потому что в сделке участвуют две пары валют. И вы смотрите, как будет работать, как будет реагировать рынок. Это будет либо зеленая, либо красная свеча. Те, кто бинарными опционами хоть как-то занимается и как-то вникал в этот вопрос, те понимают, о чем я говорю, что в большинстве случаев в своем трейдеры работают с японскими свечами. Это самый оптимальный вариант. Я сейчас расскажу, может быть в какую-нибудь сделочку зайду, посмотрю, расскажу, пока есть время. А дальше уже расскажу непосредственно о брокерах и о своем опыте. Значит, существует ряд инструментов для того, чтобы работать на бинарных опционах. Для этого есть графики. Для этого есть графики. Вот здесь у меня есть график без названия. Это просто я слегка подготовился, просто зарегистрировался. Есть такой сервис TradingView. Вы все прекрасно знаете о том, что, допустим, есть платформы MetaTrader 4, MetaTrader 5. Для турбо-опционов 5, 10, 15-минутные, чуть больше, полчаса, час. Подходят, в принципе, те терминалы, которые предлагают нам непосредственно брокеры. Ну, те же самые Binomo, Finmax и кто там еще? AlimpTrade у нас есть, Alpari, ну, всякое такое прочее. О них я скажу потом, позже. Так вот, для того, чтобы не работать с этими убогими терминалами, а они реально убогие, потому что какие инструменты здесь не прикладывая, они, ну, как бы, ну, им работать неудобно. Инструменты я имею в виду там Fibonacci, Linte Bollinger, либо какие-то другие еще варианты. Ну, здесь, в принципе, TradingView, там можно на главной страничке перевести и на русский язык переключиться, но, как бы, у меня зашелся на английский. Ну, и бог с ним. Так, рассказываю, как я работал. Все остальные сопли потом. Работаю, работал, и я уверен, что буду работать, просто золотой запас немножко соберется и буду работать. Работал и работаю с 5-минутными свечами. Здесь у меня выставлены 5-минутные свечи. Точно то же самое вы выставляете, точно такие же 5-минутные свечи выставляете у себя на графике в терминале. Что такое TradingView? TradingView это, как бы, всемирно известная такая система статистики, аналитики, которая показывает, как у нас вообще двигаются курсы, что вообще куда идет. Она же при помощи этой системы можно отлично отработать в плане проверки. В плане проверки того, как работает наш терминал. И там уже можно посмотреть, как это все будет двигаться. Значит, какими инструментами я пользуюсь? Значит, я для работы пользуюсь инструментами следующими. Это полосы либо ленты Боллинжера. Это линии Фибоначчи, сетка Фибоначчи. И инструмент, который очень важный, который помогает искать точки входа. Видап FX, снайпер VX3. Это, как бы, такая вот стратегия разработана. Что мы делаем? Ну, вот здесь перед нами TradingView. Вообще все нормальные трейдеры работают, торгуют по TradingView. Во-первых, здесь удобно, оперативно. Видно, как двигаются свечи. Идет время, 5 минут отсчитывается. То есть, все классно. В терминале у трейдера вы нифига такого подобного не увидите. Да, вы там можете накинуть ленты Боллинжера. Но все инструменты, которые, допустим, есть, они довольно-таки ограниченные. И вы здесь можете выбрать тип графика. Вот такой вот, какой-то волновой. Здесь он называется гора. А вот в TradingView. И здесь вы будете, соответственно, входить в сделку. А вот непосредственно в TradingView вы уже видите, как двигаются свечи. Это реально, это рынок. Это, ну, TradingView сделан классно. Он бесплатный. Да, там сообщения выскакивают о том, что, если хотите, подпишитесь на Pro. Но Pro там стоит просто космических денег. Поэтому подписываться вы не будете на эти Pro. Инструменты здесь просто все есть, которые вам нужны. И все. Значит, что нам нужно для полного счастья? Для полного счастья нам нужно следующее. У нас здесь уже накинуты ленты Боллинжера. Сейчас я буду сразу при вас смотреть, искать, где они есть. Вот они, индикаторы. Вот они, эти индикаторы. Сейчас я посмотрю инструменты просто. Индикаторы, осцилляторы. Так, это не то. Идем в настроечки. Сюда. Заходим в шестереночку. Это даже не то. С русским было проще. Неграмотный, неграмотный человек. Так, ладно. Сейчас сделаем немножко по-другому. Так, Билл и Вильямсы. Сохранить как? Так, немножко времени я потратил. Я удалил полностью все индикаторы, все инструменты со своего графика. Сейчас у нас торгуется здесь американский доллар и японская иена. Значит, и для того, чтобы вы понимали вообще, что где и откуда берется, сделаем следующее. Заходим в индикаторы. Что-то Вивальди как-то очень медленно работает. Значит, нам нужны ленты Боллинжера. Они называются Боллинжер Бенц. Боллинжер Бенц. Сейчас мы их найдем. И вот они, Боллинжер Бенц. Вот они. Соответственно, Боллинжер Бенц это очень важный инструмент. Сам Боллинжер говорит в своей книге о том, что вы неправильно все равно используете мой инструмент. Но факт заключается в том, что какая-то свеча пробивает верхний либо нижний порог ленты Боллинжера. То, как правило, эта свеча сразу меняется на противоположную. Ну, здесь опять же нужно еще смотреть. Вот здесь мы видим, здесь было пробитие красной, потом пошла маленькая зеленая, потом большая зеленая. Два пробития красных, зеленая. То есть, на этом мы будем ловить рынок, на этом будем зарабатывать. Кроме этого, еще широко используется сеточка Фибоначчи. Она используется в тех случаях, а этот случай, в принципе, он обязателен для каждого трейдера, когда нужно найти точки входа. Ну, сетка Фибоначчи, вы можете о ней почитать в интернете. Она построена на определенных пропорциях и на золотом сечении. Используется она для поиска точек входа в сделку. Точки входа, по большому счету, это вот эти вот места, где пересекаются свечи, где они пересекаются. Верхний порог, ну и, например, нижний вот этот вот отскок. Вот это вот и будет считаться у вас точкой входа. Плюс, точки входа должны смотреться, где еще были пересечения. И здесь уже можно будет предположить какие-то развороты, какие-то вот моменты. Теперь о соединении вот этих инструментов. Трейдеры, и, в принципе, по опыту могу сказать, что работать вот в таком вот во флет-канале, в плоском, когда, допустим, свечи вот так вот более-менее ровно идут и держатся середины, очень сложно. И так вы можете потерять все свои деньги и вообще пролететь по полной, скажем так. Для этого и нужны ленты Боллинджера. Когда идет пробитие ленты, вот тогда реагируем и тогда вступаем в сделку. Если идет середина канала, ну это очень такое, очень опасное дело так работать, потому что свечечка может быть маленькая, и как там сработает, в какой момент вы вошли в сделку, это непонятно. Вот сейчас у нас как раз свечечка будет пробивать Боллинджера, и мы сейчас сюда еще добавим вот такой вот инструмент, который называется VDUBFX Sniper. Это инструмент, который, в принципе, может заменить собой Fibonacci. VDUBFX Sniper, сейчас мы его будем искать. Нам нужна третья версия, он более четко работает. VDUBFX Sniper VX3. Сейчас, сейчас, сейчас я посмотрю, найду. Вот я его нашел, вот она стратегия, это VDUBFX Sniper 3, вот VX3. Вот это вот он. Добавляем его к нам на график, нажатием, закрываем индикаторы. И что мы видим, господа? Мы видим точки входа. Вы видите, что вот эти вот линии, они совпадают с местами отскоков свечей в разные стороны, в обратные. Зеленая меняется на красную, зеленая меняется на красную. Вот, вот это вот точки, вот эта вот линия, это и есть точка входа в сделку. Соответственно, если сейчас следующая зеленая свеча пересечет ленту Боллинджера и пересечет черную линию, которая фактически является точкой входа, вот пересечения. Посмотрите, сколько здесь свечей менялось на обратные. Зеленая уходила в красную, затем еще одна зеленая уходила в красную, зеленая в красную, зеленая в красную, зеленая в красную. Вот они, точки пересечения. И вот в эти моменты, когда свеча пробивает Боллинджера, как сейчас, и пересекает вот эти вот прямые черные линии в WFIX Sniper, это будет момент для входа в сделку. Трейдеры еще обращают внимание на то, как рисуются хвосты в этих свечах. То есть большой хвост, пробитый боллинжер, точки входа определены, мы отложили. И соответственно можно спокойно рассчитывать на то, что следующая свеча будет у нас красной. Сейчас я найду, здесь у нас есть такие вот отличные символы, мы сейчас посмотрим их. Я отмечу сразу, где у нас здесь вот у нас есть красная стрелочка, мы ее сейчас поместим сюда вот на это время. То есть это будет указывать, что следующая свеча будет красная. И вы посмотрите, что это действительно работает, потому что здесь не столько, ну как бы важен и боллинжер, но важна еще точка входа. Здесь мы видим, здесь еще вверху есть точки входа, и свеча сейчас приближается к ней. То есть даже если сейчас по этим точкам входа не зайдет свеча, а следующая свеча отрисуется, она пересечет вот эти вот точки входа, и она все равно сработает в красную свечу, что нам показывают вот эти вот точки входа. Есть еще масса индикаторов, есть еще RSI, то есть все пятое, десятое. То есть по факту все эти индикаторы складываются в один и рисуется стратегия в WFX Sniper. И по этой стратегии можно работать. Ну допустим, давайте мы ждем, что следующая свеча будет красная. Мы готовим сейчас в терминале себе время для того, чтобы войти. Ну допустим, вот это у меня учебный счет, я вот с 1000-1460 своей, допустим, сделал вот эту вот стратегию. Мы сейчас сделаем 100 долларов здесь, поставим, мы поставим здесь, выставим 100 долларов. Внимательно время экспирации смотрите, потому что в терминалах, допустим, бьется одно время, там 30 секундки бегут, там или минутки. А мы будем работать по вот этим вот, по показателям, по тем, которые идут в TradingView. То есть, чтобы у вас не было обмана. Мы не работаем по времени терминала. Мы работаем по времени, которое показывается в TradingView, по 5-минутному графику. Это раз. Второе, нужно иметь достаточно хороший компьютер для того, чтобы была нормальная синхронизация терминала и времени в TradingView. Например, вот здесь 1.52, 1.53, здесь тоже троечка. Вот, ну здесь время идет нормально. Немножечко еще-то браузер. Вивальди как-то так тормозит, хотя компьютер достаточно мощный. То есть, мы понимаем, что следующая свеча у нас будет здесь красная. Сейчас мы отложим вертикальную линию, для того, чтобы вы видели, что вот здесь вот будет красная свеча рисоваться. Сейчас вы все поймете, сейчас вы все увидите и скажете мне большое спасибо за это. Так, здесь у нас будет рисоваться красная свеча. Боллинджер пробит, точки входа пробиты и рисуются хорошие хвосты. Просто, если, допустим, отталкиваться, оценивать потенциальную возможность заработать, войти в сделку только по пробитому боллинджеру и по хвостам, в принципе, можно. Но бывают такие ситуации, что не всегда это верно. И вот эти вот точки входа, они очень важны. Вот эти вот черные линии красивые, шикарные, они нам очень важны. Плюс здесь сейчас более такой простой для понимания график. В сделку мы входим, допустим, в терминале бинома где-то там за 5 секунд до закрытия свечи. Здесь, смотрим, будет там 15-10 секунд. Мы переходим в терминал бинома и там выбираем время. Выбираем наше время. Мы выберем время наше. Допустим, мы сработаем в 5 минутку. То есть, это будет у нас, закроется это уже в 0.0. Хотя это будет не совсем честно. Это не одна минута, как это положено. Так, все, теперь мы спокойно идем, работаем на понижение. Сейчас пойдет у нас снижение в 30 секунд, по-моему, по этому терминалу. Вот вы видите уже. Оп, все. Здесь у нас мы вошли в сделку. И здесь у нас начала рисоваться красная свеча. Теперь мы ждем 5 минут. График у нас здесь 5-минутный. И мы смотрим, что у нас здесь будет происходить. Ну, трейдинг фью, соответственно, показывает один результат. Бинома показывает другой. Немножечко рассинхрончик идет. Но это по факту, по месту идет. Потому что немножко подтормаживает браузер. Не спешите с выводами. Никогда не хватайтесь за сердце до того момента, пока не закроется свеча. Если вы видите, что сейчас свеча полезла вверх, она зеленая, она может потом резко стать красной. Тем более, здесь есть нарисованные хвосты. Это один момент. Не стоит по этому поводу паниковать. Есть обратный момент другой. То есть, все знают о том, что есть стратегия Мартингейла. Делай обратную ставку. Допустим, следующую ставку делай и просто ставку, я уже говорю, как посетитель казино. Не ставку, а заходи в сделку, повышай ее в 2-2,5 раза. Ну, как бы нельзя сказать о том, что там повышать ставку, нужно заходить в сделку, повышать ее в 2-2,5 раза. Вы эти все моменты можете высчитать, исходя из той прибыли, которую, допустим, вы потенциально получите. Допустим, выплата 86% будет. Вы это все прекрасно понимаете. То есть, вы считаете из расчета того, чтобы перекрыть прошлую сделку и еще немножко заработать, и чтобы вам вернулись вот эти вот деньги. Соответственно, вы можете повысить следующую, допустим, сделку сделать не 100 долларов, а в 2 раза, в 2,5, допустим, зайти в 250 долларов, и вы, соответственно, заработаете. Ну, будем смотреть на график, и пока параллельно буду рассказывать. То есть, в следующую сделку вы входите с повышением суммы, соответственно, вы понимаете, что у вас вернется сумма. Если вы опять потеряли, соответственно, вы заходите опять и повышаете там в 2-2,5 раза, высчитывая из той прибыли, которая потенциально возможна, допустим, там 86%. Жалко, что, конечно, закрывается уже вот 12 часов ночи. Сейчас, скорее всего, наверное, рынки закроются, тем более завтра суббота. И даже если эта свеча сейчас отрисуется и будет зеленой, а не красной, то следующая свеча, вероятность высокая того, что она будет красной, потому что здесь вот еще у нас есть точки входа. И я обратил такое внимание, что если точка входа, вот эта черная линия совпадает, пересекает вот такие вот перепады, то вероятность того, что отрисуется следующая свеча, нужная нам, еще дополнительно возрастает. Ну, вот мы сейчас посмотрим по графику TradingView, как у нас будет меняться, как у нас будет отрисовываться свечечка. Осталось всего лишь полторы минуты, и уже потом поймем, заработали мы что-то или нет. Будет понятно. Главное здесь не спешить, главное потренироваться на бесплатных счетах, которые, представляю, предоставляют нам брокеры, в терминалах поработать, изучить терминалы, разобраться, как работает ваш компьютер, чтобы ничего не тормозило, была полная синхронизация, потому что это непорядок, честно говоря. Здесь смотришь, грубо говоря, остается столько-то времени, переходишь в терминал, там время другое, вам нужно прекрасно понимать, потому что вы работаете по TradingView, а не по терминалу Binomo, например, как в моем случае. Ну, вот здесь вот у нас тормознула свеча, я так понимаю, что это все дело идет к закрытию рынка, поэтому никаких движений не будет. Скорее всего, она вообще не изменится, эта свеча, она вот такой вот останется, зеленая, и все, на этом все. Вот о чем я говорю, никогда не спешите, отрабатывайте все стратегии, смотрите, следите, и все это проверяйте на бесплатных счетах, вот здесь, пожалуйста, застыло все, опа, и пошло у нас все отлично вниз, то есть то, что я говорил, красненькая, должна отрисоваться, вот здесь TradingView подвиз, подвиз бывает такое, а в Binomo у нас, пожалуйста, мы получаем нормальную красную свечу, то есть мы пересекли точки входа, то есть мы правильно, хорошо зашли с пересеченным Bollinger, с точками входа, и мы заработали 186 долларов, пожалуйста, и мы как раз успели к закрытию рынка, я успел вам показать в эту последнюю 5 минут, как в принципе можно войти красиво в сделку, как можно заработать. Поскольку рынок уже закрылся, TradingView перестал рисовать свечу, я объясню вам почему. TradingView это сервис, он как бы бесплатный, он очень удобный, он очень классный, но они проповедуют такую политику, что мол, ребятки, у нас есть задержка, у нас есть задержка, и данные могут поступать с задержкой, поэтому вы, пожалуйста, подписывайтесь на наш PRO-пакет, там вот задержки точно не будет. Но мы-то видели, что терминал Binomo сработал, терминал Binomo сработал, вот в истории можно посмотреть, что у нас произошло здесь. Вот, пожалуйста, мы заработали 86 долларов, терминал Binomo сработал четко, по времени, как положено. А TradingView, вот подвис, такая вот замануха коммерческая. Ну, я, наверное, я этот ролик выложу, но на следующей неделе, в будний день, когда будут идти торги, я, наверное, выложу еще дополнительный ролик, для того, чтобы посмотреть, что это работает. То есть, вы сами увидели, что тема работает. Не зря у меня открыто еще одно окошко, investing.com. Это сервис, который у нас... Так, перейдем сейчас в русский язык. Это сервис, который у нас, он такой очень-очень классный, очень крутой мультифункциональный сервис, в котором публикуются новости, публикуются индексы, последние данные, аналитика, то есть, все-все-все абсолютно есть. Вот, когда начнется сессия, откроется в понедельник, вот эта свеча будет красная. Она просто изменится, это она сейчас так замерла. Но она на самом деле изменится и будет красная. И мы сможем с вами посмотреть. И я так думаю, если они здесь ничего... Как бы, если они работают честно, TradingView, то проблем с этим никаких не будет. И в данном случае свеча отрисуется красной, и потом будет, как бы, работать полностью рынок, как он и должен работать. Ну, в любом случае, вы видели, что без обмана, до закрытия в 5 минут, я просто хотел снять ролик, я вам показал, что работает. Давайте немножечко теперь по порядку. Эта фигня работает постоянно. Вот видите, вот эти вот гигантские свечи, это как раз сейчас к теме TradingView. Следующее, хочу сказать, про инвестинг, простите. Инвестинг публикуют новости. Инвестинг публикует новости. Здесь есть инструменты, есть экономический календарь. И вы, когда в этот экономический календарь переходите, вы увидите... Вот, бинома я пока закрою. Вы увидите те новости, которые в течение всего дня могут оказать какое-то влияние на изменение стоимости, допустим, валют, изменение динамики каких-то пар. То есть, допустим, ну возьмем, допустим, для примеров. Посмотрим вчерашние новости. Что у нас там было? Допустим, там, вот выходит новость сейчас 45, там, по Новозеландцу. Там, умеренная волатильность, есть высокая волатильность 3БК. Соответственно, по этим новостям есть люди, которые работают непосредственно по новостям. То есть, по этой волатильности они либо входят в сделку на повышение, либо в сделку на понижение. Потом оказывается, что новость не оправдалась. Здесь, допустим, мы шли в минуса, и все. И человек в заднице, он свои деньги слил и пошел. Я вам скажу следующее. Вот эти вот свечи длинные, это и есть новости. Сейчас у нас окошечко. Вот, то, что я говорил, допустим, 30-day free trial. А так, если покупаешь, то вот эти вот данные, здесь они моментально меняются. Вот я могу сказать, что вот эти длинные свечи, это и были новости. Вот всегда на новостях стреляют такие свечи. У этого момента есть две стороны. Есть люди, как я сказал, которые работают по новостям. Есть люди, которые работают по сигналам. Ну, они там покупают эти сигналы и по этим сигналам уже торгуют. Есть трейдеры, которые не обращают внимания вообще на эти сигналы. Ну, как бы вот на эти новости, которые публикуются здесь и по которым можно либо входить в сделку, либо не входить. Я вам скажу, как делаю я. Я шарахаюсь от этих новостей, как черт отладано. То есть, когда приходит время приближается к 2 часа, допустим, 30 минут, за 5-10 минут я останавливаю торги, останавливаю работу и просто смотрю, затем наблюдаю, что вообще происходит и как это происходит. Потому что можно войти в сделку и остаться с голой задницей с этими новостями. Верить им нельзя. Допустим, за 5-10 минут до новостей я выхожу, я не работаю, я просто наблюдаю, пью чай, кофе. И потом через 5-10 минут, в зависимости от вот этого вот поведения, я смотрю, я наблюдаю, как это все происходило. И после этого уже принимаю решение, входить в сделку или нет. Вот на этом графике я бы в сделку не входил бы. По той простой причине, что, а, да, можно построить, накинуть сюда сеточку Fibonacci, посмотреть, что там было вчера, но это будут неактуальные данные. Потому что вот эти вот свечи, которые очень резко взмывают вверх, ты не понимаешь. Да, она пробила Bollinger, но ты не понимаешь, когда эта свеча отрисуется в красную. Конечно, здесь смотреть, там есть индекс RSI, перекупленность, перепроданность. Можно ориентироваться на это и прикинуть, когда свеча будет красная. Но, ребят, лучше вот торговать вот в таком вот канале. Мы понимаем, что есть вот канал, как говорил сам Bollinger. Обращайте внимание на большие буквы M. Если посмотреть, то весь график у нас представляет из себя либо большие буквы M, либо большие буквы W. И, в принципе, мы можем увидеть, вот она W. Сейчас я вам возьму и здесь нарисую. Здесь есть инструменты для рисования и вообще для всего. Вот она у нас идет, такая вот W. Да, W, сейчас я посмотрю, чем можно подрисовать. Ну, допустим, ладно. Есть у нас W, вот такая вот. Здесь у нас тоже есть W. W есть у нас. Раз, раз. Есть у нас W. Вот у нас W, пожалуйста. Просто раз, раз, раз и раз. То есть, здесь можно проследить вот эти вот W буквы. Либо можно проследить буквы M, которые здесь тоже четко видны. Но это все в зависимости от графика. Изо дня в день это бывает по-разному. И вот когда мы видим вот такие вот вяленькие W, либо вяленькие M. Это очень хорошо. То есть, в таких каналах можно хорошо работать. И можно зарабатывать хорошие деньги. Очень интересно работать вот в этих плоских флет-каналах. Вот как здесь. Здесь четко видим, допустим. Снизу будет от Bollinger отпружинивать. Свеча пойдет вверх. Допустим, там не на первой, на второй закроемся. И от объема еще заработаем. То есть, плоские вот эти вот каналы, они по-своему, конечно, прикольные. Очень удобные. И в них хорошо работать. Так вот, возвращаясь к экономическому календарю и к новостям. Я шарахаюсь от этих новостей. Я избегаю их, но я за ними слежу. Я должен понимать, в какой момент я должен остановиться торговать и не работать. Вот и все. Работать по новостям очень опасная вещь. Поверьте мне, я пробовал это делать не очень хорошо. Так, теперь давайте по стратегии WDAP FX. В принципе, можно рисовать сетку Fibonacci накидывать на этот график. Есть такая сетка Fibonacci. Она здесь у нас в инструментах. Ну, блин, так тормозит, не особо накидывает. Если правильно накинуть сетку Fibonacci, она нам покажет все те же самые точки входа, по которым мы вошли в график. Мы принимаем во внимание пробитый Bollinger. Мы принимаем во внимание точки входа. Ну и Fibonacci я тоже накидываю, смотрю Fibonacci. Мы сейчас, допустим, сделаем вот так вот. Здесь у нас есть инструменты. Мы сейчас возьмем сетку Fibonacci. Вот она здесь, точнее у нас. Здесь у нас есть Fibonacci. Оф, пардон. Двенадцать часов ночи, голова не очень сильно варит. Поэтому вот здесь у нас есть сеточка Fibonacci. Fib Retracement. Что это сеточка Fibonacci? Каждый откладывает Fibonacci по-своему. Кто-то откладывает Fibonacci по суточному графику, кто-то по часовому. Я откладываю Fibonacci немножко по-другому. Бывают классные суточные графики. Откладываешь и там просто идет по... пересекает все вот эти вот линии Fibonacci. Я, бывает, иногда откладываю вот так вот. Здесь, например, у нас есть восходящий тренд. Такой вот тактический, не стратегический. Вот здесь вот у нас такая сеточка Fibonacci. Мы ее раз. Накинули. Накинули. И что мы здесь... Не накинулась она, наверное, да? Да, не накинулась. Сейчас мы график уменьшим. Так, мы берем эту сеточку Fibonacci. От нуля к единичке тянем вверх. Оп. Есть. Вот она наша сеточка Fibonacci. Здесь линии должны продолжаться. Но я так понимаю, что здесь графика какой-то капут. Либо трейдинг-вью сегодня тормозит. Здесь, значит, продолжаются эти линии. И эти линии, если очень хорошо посмотреть, они либо практически повторяют эти точки входа, которые есть, либо они очень близки к ним. Ну вот, допустим, пусть не показывают Fibonacci. Мы сейчас сделаем Fibonacci. Я вам говорю, что сейчас мы сделаем. Так, в настройки зайдем. Настройки сетки Fibonacci. И мы Extend Lines. Потянулась, по-моему, да? Оу, yes. Потянулась. И кто-то, может быть, скажет, что это правильно. Кто-то скажет, что это неправильно. Но я, когда натягиваю Fibonacci на график, я не привязываюсь в восходящий этот тренд, нисходящий. Да, я обязательно смотрю, потому что нужно тянуть с нуля до единицы. Там разные пропорции между этими расстояниями. Берем, допустим, вот здесь. Я, как правило, откладываю от нижней точки, которая пробила Bollinger, и, допустим, до верхней точки, которая тоже там пробила Bollinger. Вот здесь вот у нас есть момент такой. Ну вот, пожалуйста, если, допустим, мы протянем от этой точки к этой точке, вот у нас есть Fibonacci, которая оказалась на пересечении лент Bollinger. То есть мы видим, что здесь есть пересечение свечи. У нас свеча пробивает Bollinger, у нас свеча пересекает 0,5 горизонталь Fibonacci. То есть вероятность того, что следующая свеча будет красная, она у нас и была красная, как бы очень-очень высока. Как бы так и произошло. Можно откладывать от разных точек, можно смотреть по-разному, но я вам хочу сказать, что Fibonacci это, конечно, вещь очень крутая, и очень часто Fibonacci совпадает вот с этими вот линиями точек входа. В принципе, по этому инструменты точки входа и построены. Просто с ними, допустим, там работают еще инструменты, там какие-то подключены, я уверен, там Fibonacci, допустим, RSI, перекупленность, перепроданность, и все это вместе дает нам точки входа, которые отрисовываются. Ну и плюс подсекается, что у нас здесь на графике, вот эти вот есть моменты, когда входить, когда выходить. В любом случае, если бы сейчас были реальные деньги, мы бы заработали 86 долларов, вы это видели. Поэтому вот так вот, пожалуйста, еще раз сначала для вас повторю все. А, обязательно на график набрасываем ленты Боллинджера, волны Боллинджера, Боллинджер Бенц из индикаторов. Обязательно добавляем сюда индикатор стратегии VDUB FX Sniper. Третью версию, это последняя, более четкая, которая показывает вот эти вот горизонтальные линии, которые являются точками входа, потому что поиск точек входа это вечно-извечная проблема для трейдеров. Давайте искать точки входа, где они, давайте смотреть. На глаз кто-то увидел, кто-то не увидел. Ну, это дело уже такое. А здесь все конкретно четко видно, все понятно. Пробил Боллинджер, пробил точки входа горизонтальные черные линии. Соответственно, будет следующая у нас красная свеча. Здесь вот даже видно, здесь практически коснулась вот эта вот свеча, вот эта вот зеленая свеча практически коснулась, дошла вот до этого момента. И я вам еще повторюсь, я заметил, что если эта линия, точка входа совпадает вот с таким вот, каким-то промежутком там падения на графике с какой-то волной, то эта свеча, соответственно, будет рисоваться в обратную сторону при пробитии Боллинджера. То есть, соответственно, здесь оказалось на одном уровне. Здесь, видите, вот свечей как бы не было. Пробития Боллинджера здесь не было, а здесь есть. Пробит Боллинджер, здесь точка входа, которая пересекает вот этот вот момент. Провал такой в графике. И все, все классно. Давайте еще раз повторюсь, иначе я отвлекся. Первое. Волны Боллинджера, если есть пробитие, рисуется хвост свечи, уже хорошо. Второе. Подключаем инструмент VDAP FX Sniper VX3, и для пущей уверенности кидаем сеточку Fibonacci, для того, чтобы посмотреть, как это действительно. Да, с Fibonacci линии эти либо соприкасаются практически, либо сливаются. И все, можно делать вывод о том, что в сделочку можно входить, пересечение есть, значит, следующая свеча отрисуется той, которая нужна. Не паникуйте, если свеча не отрисовалась, она отрисуется, допустим, через одну. В любом случае, следите за экономическим календарем, за новостями не входите в сделки непосредственно под новость, потому что можно на этом конкретно попасть. Терминал должен быть в бинарном опционе синхронизирован, то есть это мощный компьютер, оперативка и все такое прочее. То есть они будут четко нормально работать, терминал будет работать параллельно с TradingView, и время, допустим, здесь будет совпадать. И вы в терминале сможете четко войти в сделку, смотреть на TradingView, но в сделку входить в терминале. Соответственно, здесь будет заканчиваться пятиминутная свеча, там у вас будет она заканчиваться тоже, и вы уже будете видеть, как вам можно реагировать. Видите, что здесь поперло зеленое, но у вас есть все предпосылки для входа в сделку, опять рисуются точки входа. Продолжайте работать в том направлении, в котором работали, не суетитесь, не бегайте между парами, потому что вы можете пропустить вот этот вот момент и просто потерять свои деньги. В принципе, на этом, наверное, все. На следующей неделе будет время, постараюсь поработать еще пару раз, войти в сделку. Если вам интересно, допустим, мое мнение по поводу брокеров, то я вам сразу могу обрисовать тройку нормальных. Я читал много отзывов, я с ними работал, я смотрел, как они работают, и всего того, что я перебрал под турбо-опционом, самый оптимальный вариант. На третье место я ставлю Олимп, ну, как бы исходя еще и из терминала, с которым работать. На третье место я ставлю Олимп, на второе я ставлю Бинома, и на первое место я поставлю Финмакс. Отличный брокер, с ним можно работать, можно зарабатывать деньги. У них есть очень интересные плюшки в плане там онлайн-торгов, они показывают, как торговать, как выходить в сделки, как зарабатывать деньги. Вот, ну, они работают, Финмакс работает по лентам Боллинджера, по сетке Фибоначчи и по откладыванию точек вход, исходя из Фибоначчи. Но, как вы видите, не всегда Фибоначчи совпадает с Видап и Фикс снайпером, и Видап и Фикс снайперу в некоторых моментах можно доверять даже больше, чем Фибоначчи. Поэтому, как бы, возможности для входа в сделку появляются немножко другие. На этом все. Буду еще выкладывать вот такие вот торги. Сегодня успел, время потратил не зря. Пробуйте, тренируйтесь, смотрите. Если будут какие-то вопросы, задавайте их в комментариях, непосредственно на канале YouTube. Когда я напишу статью непосредственно в своем блоге, я еще не знаю. Может быть, вот в ближайшие дни. Касательно тоже бинарных опционов и конкретно брокеров. Ну и, скорее всего, раньше появится статья, уже затем будут довыкладывать какие-то видео по торгам. Там уже будет видно. Потому что торги, работа, это занимает достаточно времени. Тоже и под это хочется подвести статью, где спокойно, как-то рассудительно все рассказать, а не вот так вот наскоком, набегом в последние минуты. В принципе, все. Задавайте свои вопросы, спрашивайте советов, работайте в терминалах, на демо-счетах, пробуйте мои стратегии, приходите на TradingFu, пользуйтесь, этот инструмент бесплатный. Удачи вам, увидимся, услышимся. Всего хорошего. С вами был Александр Македа Про. Пока.